Здравствуйте! Прямая проходит через точки с координатами . Запишите уравнение прямой с координатами точки, лежащей на прямой, с угловым коэффициентом и в стандартном виде. Мы знаем, что есть три варианта записи уравнения прямой, и если мы составим одно уравнение, то легко сможем преобразовать его в другое. Давайте вспомним, как выглядят эти три формы записи. Итак, первый вид. Предположим, нам дана точка с координатами . Давайте разберемся с индексом у х и у у. Если нам даны просто х и у, то это значит, что нам даны переменные. Если же х и у с индексом, то значит, что нам даны определенные значения этих переменных или определенные координаты точки. Вы все поймете и увидите на примере. Итак, если у нас есть координаты точки, и мы знаем, чему равен угловой коэффициент, тогда мы легко можем записать уравнение прямой с координатами точки, лежащей на этой прямой, у-у-1 равно m умножить на . Например, если мы знаем, что точка принадлежит прямой, то можем записать уравнение прямой как у-6 равно m угловому коэффициенту умножить на или умножить на . В данном случае х первое и у первое – это определенные значения переменных, например, минус 3 и 6. Итак, это уравнение прямой с координатами точки, лежащей на этой прямой. Теперь давайте запишем уравнение прямой с угловым коэффициентом у равен mx плюс b, где m – это угловой коэффициент а, b – ордината точки пересечения прямой с осью у. Другими словами, b равно у, когда х равен 0. А в стандартном виде уравнение прямой выглядит так, ах плюс b у равно c, где а, b и c – произвольные постоянные, причем а и b не равны 0 одновременно. Давайте запишем эти три уравнения. Сначала нам нужно вычислить значение углового коэффициента. Если мы найдем угловой коэффициент, то мы сможем сразу же записать уравнение с координатами точки. Давайте я напомню, что угловой коэффициент, или m, равен приращению у, деленному на приращение х. А чему равно приращение у? Если мы предположим, что эта точка будет конечной, то есть мы перемещаемся из этой точки в эту, то чему тогда равно приращение у? Итак, в конечной точке у равен 0, а в начальной у равен 6. Ордината конечной точки равна 0, а ордината начальной точки равна 6. А чему равна абсцисса конечной точки? Она равна 6. Давайте я, наверное, как-то выделю ординаты и абсциссы, чтобы вы не запутались. Вот этот 0 у нас здесь, а вот эта шестерка, это вот эта шестерка – координата начальной точки. Теперь мы берем абсциссу конечной точки. Она равна 6. И мы отнимаем от нее абсциссу начальной точки. А абсцисса начальной точки равна минус 3. Итак, если мы переходим из этой точки в эту, то значение у уменьшается на 6. Если у был 0, а стал минус 6, это значит, что значение у уменьшилось на 6. 0 минус 6 – это минус 6. А что происходит с х, когда мы переходим из этой точки в эту? Мы перемещаемся из точки х равно минус 3 в точку х равно 6. То есть значение х увеличивается на 9. 6 минус минус 3 – это то же самое, что и 6 плюс 3, а это 9. И если мы сократим эту дробь на 3, получится минус 2 трети. Мы просто разделили числитель и знаменатель на 3. Это и есть значение углового коэффициента. Оно равно минус 2 трети. И сейчас мы уже можем записать уравнение прямой с координатами точки. У нас есть координаты точки, даже двух точек. Мы можем выбрать любую из них. Возьмем точку . Нам также известно значение углового коэффициента. Итак, уравнение с координатами точки у минус… Мы можем взять ординату любой из этих двух точек. Мы рассматриваем вот эту точку. у минус 6 равно угловому коэффициенту, то есть минус 2 трети умножить на х, минус значение х в точке, то есть минус 3. Давайте немного упростим. у минус 6 равно минус 2 трети умножить на х плюс 3. Вот это уравнение прямой, проходящее через данную точку. Мы можем преобразовать это уравнение в уравнение с угловым коэффициентом. Давайте так и поступим. Я возьму оранжевый цвет. Итак, уравнение с угловым коэффициентом. Что мы можем сделать, чтобы упростить это выражение? Мы можем умножить минус 2 трети на выражение в скобках. И у нас получится у минус 6 равно… Мы просто распределяем минус 2 трети. Минус 2 трети умножить на х равно минус 2 трети х. А минус 2 трети умножить на 3 равно минус 2. Чтобы это выражение было в виде уравнения с угловым коэффициентом, нам нужно избавиться от минус 6 в левой части. Для этого прибавим 6 к обеим частям уравнения. В левой части останется только у, минус 6 и 6 сократятся, и у нас получится у равен минус 2 трети умножить на х, а минус 2 плюс 6 – это 4. Вот мы и записали уравнение с угловым коэффициентом вида у равно mх плюс b. Теперь осталось записать уравнение прямой в стандартном виде. Итак, уравнение в стандартном виде. Мы преобразуем это уравнение, перенесем все значения с х и у в левую часть уравнения, а затем прибавим 2 трети х к обеим частям нашего выражения. Но давайте сначала перепишем уравнение. у равен минус 2 трети х плюс 4. Это уравнение с угловым коэффициентом. Прибавим к обеим частям 2 трети х. Здесь плюс 2 трети х и здесь плюс 2 трети х. Я делаю это для того, чтобы избавиться от минус 2 трети х в правой части. И что же у нас получится в левой части уравнения? Здесь будет 2 трети х плюс у. Это будет в левой части. А в правой части эти слагаемые сократятся и останется только 4. Вот это и есть уравнение прямой в стандартном виде. Мы можем умножить обе части выражения на 3, чтобы избавиться от дробей. Итак, умножим на 3, и у нас получится 2 трети х умножить на 3. Это 2х плюс у умножить на 3. Это 3у равно 3 умножить на 4, или 12. Эти два уравнения равнозначны, мы всего лишь умножили на 3. Вы ведь помните, чтобы равенство оставалось равенством, все, что мы делаем с одной частью выражения, мы должны сделать и с другой. Итак, вот это уравнение в стандартном виде. Наше занятие подошло к концу. До свидания.